На торжественную церемонию открытия монумента в честь Андрея Гречко собралось огромное количество людей, среди которых были представители казачества, силовых структур города, а также жители Красной Поляны. Одним маршал хорошо известен как талантливый полковолец, ведь в годы войны под его командованием 18-я армия успешно остановила наступление немецких войск на Кавказ, а другие в первую очередь считают его авторитетным политиком, который с 60-х годов активно ввел благоустройство поселка. Инициатива создания бронзового монумента высотой в 5 метров принадлежит главе Краснополянского поселкового округа. Достойную идею поддержали сами краснополянцы и меценаты. Всего за два месяца они собрали сумму почти 3 миллиона рублей. В канун Великой Победы монумент открыли герой Советского Союза генерал-майор Павел Бубинин и Тармара Булавина, которая долгое время работала с маршалом. Сегодня это еще одно военно-патриотическое мероприятие, которое направлено на то, чтобы первое увековечить память героя, вернее даже дважды героя Советского Союза, маршала Советского Союза Гречка. С другой стороны, этот памятник будет напоминать всегда и жителям, и гостям города, и подрастающему поколению о том, что герои живут среди нас, герои защищали нас, и вечная память героям, и мы будем верны именно подвигу наших героев. Поздравлением присоединился депутат Государственной Думы Константин Затулин. Я хочу просто лишний раз подчеркнуть свою глубокую признательность краснополянцам за то, что они сегодня, в канун Дня Победы, несмотря на погоду, собрались здесь, и за то, что до этого они продемонстрировали, что главное для них – это не только хорошо принять гостей, но и помнить о тех, кто внес свой вклад в нашу победу и внес свой вклад, между прочим, в развитие самой Красной Поляны, как это сделал Гречка Андрей Антонович. Впрочем, и для самих краснополянцев поприсутствовать на торжестве было делом чести. Наши родители были лично знакомы с маршалом. Имели один раз встречу. Да, встречи имели. Я встречаюсь с отцом. Почему? Потому что отец – участник Великой Отечественной войны. Их много чего связывало. Монумент легендарного Андрея Гречка стал первым памятником офицеров Красной Поляне. Почтить память героя и возложить цветы может каждый сочинец. Для удобства желающих администрация Адлерского района предусмотрела рядом с монументом парковочные места, в том числе и для инвалидов. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.